Если мы говорим о Якутии, то много говорится о том, что легкая промышленность в Якутии нуждается в модернизации. В последнее время об этом активно говорят о поддержке местного производителя, об этом руководство республики проводит ряд совещаний. Ну а как дела сегодня у пушного бизнеса в Якутии? Об этом в сюжете с Аргалана Захаровой. Заготовка пушнины еще в советские годы считалась одним из главных видов деятельности в республике. Почти в каждом совхозе числились кадровые охотники. Однако с распадом СССР в кризисные годы охотхозяйства исчезли. Их посчитали нерентабельными. И сегодня все сырье производителями изделий из натуральных материалов приходится закупать участников на пушных аукционах. Пушнина – это ценный материал, который можно продавать на пушных аукционах. Но у нас не хватает оборотных средств, чтобы полностью закупить всю пушнину у охотников-промысловиков. Невозможность удовлетворить потребности фабрики влияет на объемы производства. Они, в свою очередь, на размеры доходов с реализацией продукции. А так как в основном продажи в этой сфере – дело сезонное, чтобы покрыть все расходы, в том числе и на заработную плату, приходится привлекать кредитные средства. В легкой промышленности низкий уровень рентабельности. Поэтому банки с нежеланием выдают займы. Во-первых. Во-вторых, они выдают займы под высокий процент. Мы вынуждены все равно где-то брать, одалживать и платить тоже за это высокие проценты. И все эти факторы выливаются в стоимость конечного продукта, которые, к слову, сегодня, мягко говоря, кусаются. При этом производство из натуральных материалов не терпит спешки. Для того, чтобы шкура превратилась в кожу или, скажем, в такую замшу, из которой впоследствии сошьют обувь, одежду или головные уборы, должен пройти как минимум месяц, а это более 20 этапов обработки. Однако в планах Министерства промышленности и геологии Якутии к 2021 году в три раза увеличить объем производства качественной продукции. И таких показателей должны достичь после модернизации кожевинного цеха. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Панов. Для концерна приобретут современное оборудование. Средства планируют предусмотреть из фонда развития промышленности, который будет создан в регионе в этом году. Для оценки предстоящей модернизации фабрика пригласила представителей итальянской фирмы «Рицци». Мы провели исследование такое конкретное и плодотворное всех машин, всего оборудования и установок фабрики. И можем сказать, что, конечно, то оборудование, которое сейчас находится, оно в неплохом состоянии, но необходимо поменять несколько машин, в любом случае, на более современные. Отметим, что в будущем компании собираются продолжить сотрудничество. Идальянские коллеги признались, остались под впечатлением от фабрики. Ручной труд, который высоко ценится в Европе, и профессионализм работников вполне может вывести бизнес не только на российский уровень, но и на международный. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.